Временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский познакомился с представителями некоммерческого сектора региона. На встрече с НКО в режиме открытого диалога поговорили о деятельности третьего сектора, проблемах и поддержке со стороны властей. Сегодня в Неницком округе зарегистрировано 173 некоммерческих организации. В действительности тех, что реально работают и приносят пользу обществу, намного меньше. Руководителей самых активных и ярких НКО пригласили на встречу с временно исполняющим обязанности губернатора округа. Приятно с вами со всеми познакомиться. Я искренне рассматриваю вас всех как надежную опору администрации. Вы всегда на передовой именно таких наиболее социально значимых вопросов и проектов. Поэтому за это вам огромное спасибо, за то, что вы этим благородным и непростым делом занимаетесь. Александр Цибульский заверил, взаимодействие власти и НКО продолжится. Тем более, что региону необходимо выполнять поручение президента Владимира Путина о передаче 10% социальных услуг некоммерческому сектору, подчеркнул глава региона. Что касается финансовой поддержки некоммерческого сектора, то по словам руководителя Департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Павла Рахмелевича, в этом году она была не самой лучшей. НКО, так же, как и другие сферы, ощутили на себе трудности бюджета. В 2018 году ситуация улучшится. В частности, возобновится предоставление субсидий некоммерческим организациям на коммунальные услуги и аренду помещений. Увеличится сумма как на предоставление грантов некоммерческим организациям в общей массе, отдельно будут предоставлены гранты на поддержку семейно-родовых общин, отдельно будут предоставлены гранты еще по некоммерческим организациям в сфере межнациональных отношений. То есть те основные мероприятия, которые реализовывались, будут выполняться, плюс еще замороженные механизмы тоже будут возобновлены. По мнению самих руководителей некоммерческих организаций, поддержка властей необходима и по другим направлениям. Федерации современного танцевального спорта, например, нужна финансовая помощь для вывоза детей на всероссийские чемпионаты. У нас есть дети, команда и хореографы. У нас пять тренеров, которые готовят детей на выезд. У нас получен грант в городскую администрацию на привоз профессионального танцора из Москвы. То есть мы готовы везти детей на чемпионат России по современным танцам и нам в который раз уже отказывают. Еще одна большая проблема некоммерческих организаций помещением, рассказывает руководитель Стрелкового клуба «Белая сова» Наталья Просвирнина. Сегодня НКО занимается с детьми в цокольном помещении пятой школы. В планах общественников построить собственное здание за счет частных инвестиций, где бы дети, в том числе с особенностями здоровья, могли заниматься в комфортных условиях. Единственная проблема – отсутствие земельного участка. Мне предложили за миллион участвовать в аукционе. Но если я вложу еще в земельный участок столько и потом привлечение инвестиций, тогда мы просто с НКО уйдем и мы уйдем на коммерческую основу. Вот и все. Выделение земельного участка для НКО в рамках действующего законодательства, средств на участие спортсменов различных направлений в соревнованиях за пределами региона, поддержка спорта высших достижений, движение территориального общественного самоуправления, проектов по экологии – эти и другие вопросы, прозвучавшие на встрече, Александр Цибульский взял на личный контроль. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». У нас.